Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы подробно разберем новую криптовалютную биржу FEMIX. Ссылка на биржу будет в описании под этим видео, регистрируйтесь обязательно по ней. Сразу хочу сказать, если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и добавиться в телеграм-чат. Ну погнали разбираться. Значит вот что они сами о себе говорят. Самая быстрая биржа криптовалютных деривативов. Да, кто не знает, что такое деривативы, погуглите. И вкратце говоря это фьючерсы, то есть грубо говоря вы торгуете не самим биткоином, как на спотовой бирже, а неким финансовым производным инструментом. То есть грубо говоря делаете ставки на повышение, понижение курса. Да, если вы не понимаете о чем я говорю, то я сейчас работаю как раз над большим видеообзором для новичков, как торговать биткоином, какую выбрать биржу, чем отличаются спотовые от деривативных и так далее. Если оно уже появилось, значит я его закончил. Кликайте смело туда, смотрите, и вы все поймете. А если вы понимаете о чем я вам говорю, то значит вы знаете уже, что такое шорт, лонг, плечо и так далее. Тогда смотрите это видео дальше, вы все поймете. Погнали. Биржа в принципе очень похожа на битмикс, байбит, но у нее есть свои отличия. Какие, давайте же вместе разберемся. Ну смотрим, вот у нас суточный объем торгов, который растет постоянно. Вот что они сами о себе говорят. Вот они пишут. Наши продукты в данный момент мы предлагаем бессрочные контракты биткоин, эфириум и XRP. И также они добавили уже Chainlink, Tezos, Litecoin и, внимание, золото. Да, вы не ослышали, золото. Это одно пока из главных отличий этой биржи от тех же Bybit, Bitmix и Binance Futures. То, что они собираются предоставлять традиционные финансовые продукты. Такие как акции, SP500, фондовые индексы, процентные ставки, форекс, товары, металлы, энергоносители и многое другое. Вот сейчас уже золотые контракты предоставлены. По-моему, прикольно. Ну вот они пишут сами о себе, что самый высокий уровень безопасности, высокая производительность, стабильность, дополнительные функции. Все дела, короче. Информация. Давайте смотреть. Вот, Анас. История бренда. Название Femix пошло от слова Fema в греческой мифологии богиня слухов и доброй молвы. Ну, это вы можете все почитать, ознакомиться. Вот наша миссия, наши ценности. Femix, возглавляемая восьмью бывшими директорами Морган Стэнли, создает самую надежную в мире платформу. Ну, вот эти ребята. В общем, посмотрите им в лица. Если что, вы доверяете им свои бабки. Поэтому, как минимум, ознакомьтесь, что за ребята. Ну, вроде как, ребята серьезные. Бывший гендиректор Морган Стэнли, его кореша. В общем, все у них достаточно серьезно. Также биржа предоставляет вступительные бонусы. За регистрацию вы получаете сразу же 2 доллара на счет. Ничего для этого делать не надо. Никаких личных данных предоставлять. Регистрация занимает 2 минуты. А также дают бонус 10 долларов за социальные сети. То есть, для этого вы должны, вот тут написано, подписаться на их Twitter или ВКонтакте. Сделать репост закрепленного поста и отметить в нем 3 друзей. Очень важный момент, что, во-первых, не отмечайте их в качестве друга. То есть, в Twitter, если вы отметите Femex как одного из друзей, то заявка не пройдет. Я уже просто пробовал, так 2 суток прождал. Мне объяснили, что надо других друзей отмечать. И второй важный момент, что Twitter у вас должен быть более-менее активный. Или ВКонтакте. То есть, если там 0 друзей, скажем, 0 постов, то они вам тоже бонус не начислят. Поэтому обратите на это внимание. Во всех остальных случаях все нормально. Вот я уже получил этот бонус, ничего не вкладывая, и можно на него торговать. Вот. Также они дают еще 60 долларов бонуса за пополнение счета. Но для этого вы должны пополнить счет вот единоразово, что важно, на 0.2 BTC, либо на полторы тысячи долларов за раз. Но, опять же, в долларах пока они не принимают. То есть, вы в любом случае через BTC будете пополнять. В общем, следуйте инструкциям и получите все бонусы. Не будем на этом зацикливаться, идем дальше. Что тут у них есть? Смотрите. Ну, во-первых, есть русский язык на бирже, как вы уже поняли. Но мне привычен английский, поэтому я переключаюсь. И буду параллельно вас учить техническому английскому. Но, на самом деле, ничего сложного. Все кнопки на тех же местах все тоже означают. Short, long, buy, sell, trading. То есть, все слова, грубо говоря, такие же, как в русском. Но только менее коряво все это выглядит. Если будет что-то непонятно, будем переключаться на русский, чтобы совсем не офигеть. Так. Ну, что, идем дальше. Вот еще есть раздел условия и тарифы. Вы можете с ним ознакомиться сами. Ну, здесь вот минимальная сумма депозита 1 сатоши. Минимальная сумма вывода 200 тысяч сатоши. Комиссия за вывод 50 тысяч сатоши. Вот. В принципе, похоже на байбитовские условия. Так же, как и время вывода 3 раза в сутки. Вот. На BitMix для сравнения 1 раз в сутки вывод. Но там можно выставлять зато меньшую комиссию за вывод. Как и на DUDEX, кстати. Это все будет более подробно, опять же, в том видео, которое у вас высвечивается сверху, где я сравниваю все биржи. Обязательно его тоже посмотрите, чтобы сейчас на этом не заострять внимание. Вот. Идем дальше. Что тут есть? Значит, смотрите. Вот у нас есть assets, да? Это наши активы. Вот. Заходим. И здесь смотрите, какая тема. В отличие от того же BitMix и Bybit, здесь не общий счет торговый, а, скажем, как на Binance или там на других биржах спотовых. То есть, у вас есть кошелек отдельный. Вот он, валет. С него вы не можете торговать. На него вы можете только депонировать средства и выводить с него. Вот. Это на самом деле хорошо, потому что у вас торговые счета отдельные. Вот есть BTC торговый счет и USD торговый счет. И вы уже со своего валета, с кошелька можете пополнять, скажем, торговый счет и с него торговать. Но с торгового счета, соответственно, вы не можете выводить. Вам надо вывести сначала на валет. Вот видите кнопки. Пополнить и вывести. Соответственно, BTC торговый счет вам нужен сейчас пока только для того, чтобы торговать битком к доллару. А если вы хотите торговать альтами, то вам нужно пополнять USD счет, потому что пока у них нет кросс-обеспечения ваших средств, как на том же BitMix, где вы можете держать биток и торговать эфиром и чем угодно. Здесь вот пока, к сожалению, нет, но они обещают это скоро добавить. Соответственно, вот BTC счет, как мы видим, здесь вот у меня есть бонус уже я получил, плюс какие-то свои средства небольшие. И, соответственно, USD тоже у нас есть немножко, там, 11 долларов. Вот. Если вы хотите вывести USD, средства вам надо сначала их обменять на BTC по их курсу внутреннему. И, соответственно, он обсчитывает. Вот он сейчас показывает, что можно обменять эти 11,5 долларов на 153 тысячи сатоши. Но мы сейчас этого делать не будем. Идем дальше в панель торговли. Трейдинг панель. Здесь все очень удобно сделано. Смотрите, все перетаскивается драгом-дропом. Вообще идеально. Любое окошко можно уменьшить, увеличить и перетащить так, как вам удобно настроить интерфейс биржи. Ну вот, примерно так сейчас мы все расставим. Вот у нас стакан, где мы видим заявки. Вот эта панелька глубина рынка. Детали контрактов. Последние заявки. Вот ваш торговый счет. Панелька, где выбирается плечо. И, собственно, панелька, где вы выставляете заявки. Buy, sell. Вот он сам график. Здесь панель инструментов. Можете рисовать трендовые линии, кисточкой всякую фигню рисовать, линейкой мерить, фибоначи накидывать и все такое прочее. Но самая тема, что вот здесь вот в этой вкладке можно звездочками выбрать ваши любимые таймфреймы. И они будут отображаться сверху вот здесь. Вот, видите? То есть, вот, добавляем 12 часов и вон они появляются. Там, недельку добавляем. И они все появляются на верхней панели. Такого я не видел еще ни на одной бирже. Очень удобно. Ну, вот здесь можете поменять свечи, скажем, обычные на хайконаши. Кстати, про свечи хайконаши у меня есть видеоурок отличный, как распознать тренд. Вот он сейчас сверху появится, можете его посмотреть тоже. Ну, и, в общем, да, настраивайте все под себя, как вам удобно. Индикаторы добавляете. И мы готовы к торговле. Вот. Еще одно большое отличие этой биржи от остальных. Здесь можно делать саб-аккаунты. Для чего это нужно? Ну, вот смотрите, например, допустим, вы висите в лонге, да? И тут цена пошла вниз против вас. И вы терпите убыток, просадку, но не хотите закрывать лонг. Допустим, рассчитываете свой риск, но в моменте у вас не прибыль, получается, а убыток. Так вот, чтобы в это время не сидеть и не ждать, пока цена будет флейтить, потом вернется обратно, вы можете все это время зарабатывать на этом падении, не закрывая лонг. То есть, хеджироваться с помощью этого саб-аккаунта и таким образом зафиксировать прибыль, закрыть шорт и перевести средство обратно на мейн-аккаунт. То есть, смотрите, вот эти саб-аккаунты. Вот тут нажимаете «Создать саб-аккаунт». Вот он появляется. Можете его здесь настроить всячески, вот переименовать. Вот, допустим, называем его как-нибудь по-другому. Хедж трейд, например, «Confirm», подтверждаем. И вот он появился, саб-аккаунт. Вот на него кнопочкой «Трансфер» можно перевести средства, часть средств на этот саб-аккаунт. И теперь все, вы можете как бы одновременно и в лонг, и в шорт висеть. Допустим, лонги у вас висят в средний срок, а шортить вы можете хеджироваться в короткосрок. Вот такая тема. Ну, теперь переходим к типам ордеров. Вот у нас окошечко, где мы выставляем заявки. Есть три типа ордеров, как и на любой бирже. В принципе, лимитный, рыночный и кондишенал. Ну, лимитный, понятно, вы выставляете нужную вам цену, по которой исполнится заявка. То есть вы можете либо ткнуть в стакане на удобную вам цену, имеющуюся там, либо ввести цену вручную. Допустим, вы хотите сделать заявку, отложенную заявку на продажу, да, то есть встать в шорт. Вот, скажем, по цене 7800 вы хотите продать 1000 контрактов, то есть на 1000 долларов продать битка по этой цене. Вот, вбиваете цену, вбиваете количество контрактов, и всплывает окошечко, в котором вы все проверяете тщательно. Ни в коем случае не ставьте внизу вот эту галку «Don't show again», не показывать больше это окно, иначе у вас будет исполняться моментально заявка. Это не нужно, лучше всегда проверять все на всякий случай. И вот в этом окне вы видите все параметры своей заявки. Сейчас давайте попробуем просто ее поставить. Вот, мы нажимаем «Confirm», и у нас появилась наша заявка, вот она, на графике уже висит. Также вы можете оставить несколько заявок в шорт, скажем, по разным ценам, по 7800, по 7700, там, и по 7750, допустим. И вот, вы видите, на графике уже появились эти заявочки. Теперь они будут висеть там и ждать исполнения, да, как только цена туда дойдет, соответственно, эти заявки будут исполнены. Допустим, также вы можете расставить заявки, наоборот, на покупку, если по цене ниже, которая вас устроит. Ну вот, скажем, по 7400 оставляем заявку, по 7350 тоже оставляем заявку в лонг. Вот они, соответственно, заявки в лонг на покупку зеленые, заявки в шорт на продажу красные. И вот они висят у нас, видно их на графике, а также во вкладке «Активные ордера» сверху. Вот, и вы можете их снять, если передумали, как крестиком на самом графике нажать. Также вы можете их отменить вот здесь, «Cancel all» нажать, отменить все, снять все заявки. Вот, собственно, это мы и сделали. Следующий тип ордера – это рыночный маркет ордер. То есть, если вы не хотите ждать, а хотите войти прямо сейчас по рыночной цене, быстро войти в позицию. Тогда вы ставите маркет ордер, и в нем пишите только количество контрактов. Он будет отработан моментально по текущей рыночной цене, но, соответственно, за такой ордер будет взиматься чуть большая комиссия, потому что вы бьете по рынку и двигаете немножко цену. Вот, ну и есть conditional – это, собственно, к этим типам ордеров относятся стоп-лоссы и тейк-профиты. То есть, он исполняется в том случае, когда срабатывает цена-триггер. То есть, если цена дошла до, скажем, вот этой цены, которая в триггере указана, то исполняется заявка либо на покупку, либо на продажу, соответственно. Ну, давайте дальше смотреть. Так, сразу, чтобы у вас не было путаницы в голове, я поясню. Я делал это видео несколько дней подряд, поэтому у меня баланс немножечко скачет. Вот эту часть я записывал позже, поэтому баланс уже немного увеличился и составляет миллион сатоши. Теперь хочу отдельно обратить ваше внимание на вот это окно, где вы выбираете плечо. Вкратце говоря, вот, биржа дает вам торговать плечом до 100x. Это что значит? Если мы в первом плече, то мы торгуем тем объемом, что у нас есть. Допустим, вот у нас на балансе есть 0.1 BTC. Значит, вот 100% от сделки нам дадут открыться на 79 долларов. То есть, это эквивалентно объему. При этом можно выбрать, скажем, 5 плечо. В таком случае нам дадут уже торговать суммой в 5 раз больше, да? То есть, вот, 390 долларов. Соответственно, если мы выберем, скажем, 100 плечо, ну, это очень опасно, это делать не нужно. Но, тем не менее, биржа даст нам торговать сразу вот на сумму почти в 7000 долларов. То есть, в 100 раз превышающую наше средство. Ну, и, соответственно, да. И есть еще кросс-плечо. Кросс-плечо – это эквивалентно, на самом деле, сотому плечу. Но оно, вот, оно дает тоже взять на такой же объем. Но, в отличие, скажем, от сотого, вы рискуете сразу всем капиталом. То есть, если сделка идет против вас, то, соответственно, ваши средства будут полностью использованы в позицию, пока вашу сделку не ликвиднет. Вот, поэтому, как бы, очень осторожно. Если вы выберете сотое плечо и, скажем, укажете объем на сделку, там, всего 25% от ваших средств, то при фиговом раскладе у вас ликвидируют только эти 25%. Вот, то есть, грубо говоря, от миллиона сатоши это составляет сейчас 260 тысяч сатоши. Если цена пойдет против вас, вот, допустим, вы открылись по 7,750 вонг, то цена ликвидации будет 7,700, да, всего на 50 долларов меньше. И если вас смоет, то вас смоет всего 260 тысяч сатоши из миллиона. А вот если вы откроетесь в кросс-плече, то даже если вы откроетесь на такой же объем, тем не менее у вас цена ликвидации, видите, ниже. То есть, если цена пойдет против вас, вас не ликвиднет по 7,700, а будет идти ниже-ниже и будет происходить как бы авто-леверджинг. То есть, до тех пор, пока не дойдет до этой цены, у вас будет накидываться автоматически на сделку, чтобы вас не ликвиднуло. Но если до нее все-таки дойдет, то тогда вас ликвиднет, как говорится, по полной, и вы потеряете не 260 тысяч сатоши, а весь миллион. Поэтому кросс-плечо это только для профессионалов, кто понимает, что делает. Вот, ну и, соответственно, что можно двигать дальше? Давайте рассмотрим детально окошечко вот с лимитными заявками, допустим, в том же кросс-плече. Например, мы хотим открыть с вами лонг на 1000 долларов, например, по цене 7500. И смотрите, что получается. Вот мы нажимаем Buy Long, всплывает вот это окошечко. Здесь вы проверяете все детали вашей будущей сделки. То есть, вот цена входа 7500, соответственно, количество контрактов в долларах, да, 1000 долларов. Цена из расчета, опять же, сотового плеча. То есть, рискуете вы 150 тысячами сатоши, если поставите правильно стоп-лосс. Вот мы видим рыночная цена. Цена, по которой вас ликвиднет, если все пойдет не так. Дистанция до этой цены. Post only галочка. Это, если вы хотите, чтобы ваш ордер отработал именно не по рыночной цене, а точно по лимитной, тогда вы ставите вот здесь вот галочку Post only. Только размещение ордера. Вот. Это в том случае нужно, если вы ставите заявку по лимитнику близко к рыночной цене, потому что в таком случае она может отработать по рыночной цене сразу по стакану, и вы заплатите дополнительную комиссию. То есть, если вы хотите от этого себя обезопасить, ставьте галочку Post only обязательно. Ну и тут у нас можно выставить сразу Take Profit и Stop Loss. Допустим, если вы входите по 7500, вы, например, ставите Stop Loss 7400. В таком случае вы потеряете 180 тысяч сатоши. И Take Profit, получение прибыли, вы можете ставить, например, 8000. В таком случае вы получите 830 тысяч сатоши на сделку. Ну вот, как-то так это работает. Ну и переходим дальше. Да, и дальше начинается самая сложная штука в тренинге. Мы просто сидим и ждем оптимальную точку входа. Вот, ускоряем видео. Ну и дальше вот мы сидим, ждем, ждем, ждем. Вот цена вроде хорошо так откупилась снизу. Был небольшой пролив и бодренько его откупили. Давайте попробуем демонстрационно зайти просто прям по рынку, по рыночному маркет-ордеру. Открыть позицию на 500 долларов, на 500 контрактов. Нажимаем Buy Long и сразу ставим Stop Loss и Take Profit. Stop Loss 7500, Take Profit 7700. Таким образом, соотношение у нас риск-награда практически 1 к 4. Ну это сейчас как бы демонстрационный трейд вообще, то есть это абсолютно не мой стиль торговли, но я просто, чтобы вам показать. Да, и точка входа далеко не идеальная, но для туториала сойдет. Окей. Ну короче, ладно, открываем, смотрим. Вот мы нажали по рынку и сразу же открылась позиция. Вот мы видим на графике наш Stop Loss внизу, Market Price 7500 и наш Take Profit 7700, вот он сверху, Last Price. Идем во вкладку Open Positions, открытые позиции, и видим там свою позицию, вот она. Цена входа, объем сделки, цена ликвидации опять же. И вот он нереализованный PNL у нас уже, видите, пошло в плюс наше хозяйство. И вот, еще тема такая. Вот мы видим во вкладке Conditional Orders наш Stop Loss и Take Profit, соответственно. И также мы можем их очень удобно прямо на графике мышкой перетаскивать. То есть вот мы хватаем, вот мы хватаем прямо наш ордер, перетаскиваем его, немножко нажимаем подтвердить, и вот он перетащился. То есть вот так вот достаточно все клевенько и удобно. Можем вручную, а также можем зайти вот здесь вот, нажать вот сюда, и здесь их перевбить опять же вручную. Также вот тут есть еще Trailing Stop. Да, что такое Trailing Stop? Это автодвигающийся стоп. То есть если цена идет в вашу сторону, то он будет двигаться на вот эту цену, которую вы укажете. Допустим, на 10 долларов от рыночной цены, и он будет двигаться до тех пор, пока цена идет в вашу сторону. И как только цена пойдет против вас, соответственно, если она опустится на 10 долларов, ну или на ту величину, которую вы здесь укажете, то тогда он отработает уже по этой цене. То есть это удобно для того, если вы не хотите постоянно двигать их вручную, да, можете воспользоваться функцией Trailing Stop. Но я предпочитаю больше ее не ставить и делать все вручную. Давайте дальше смотреть, что там происходит. Вот, также у биржи есть мобильное приложение. То есть это чем удобно, что вот сейчас мы оставили сделку, вышли с вами погулять, вот птички поют на улице, хорошо. И можем также мониторить свою сделку прямо со своего мобильного устройства. В общем, заходим в приложение, смотрим, что тут есть. Вот у нас рынки, вот у нас графики, опять же. И, соответственно, во вкладке Trade мы можем мониторить свою позицию. Вот мы видим количество контрактов, нереализованный Profit Loss. И мы можем с вами, допустим, если мы ушли куда-то далеко от дома и видим, что сделка пошла в нашу сторону, можем также подвинуть ордер. Как и отложный ордер, так и Stop Loss и Take. Ну вот, допустим, сейчас мы видим, что сделка пошла в плюс, и мы хотим защитить прибыль, можем передвинуть Stop Loss без убыток. Что мы, собственно, с вами и делаем. Меняем цену вот здесь вот. И, как мы видим сейчас из видео, на десктоп-версии тоже у нас этот ордер передвигается. И мы двигаем с вами Stop без убыток даже в небольшой плюс, чтобы с учетом комиссии биржи не было минуса. И вот мы подвинули ордер без убыток в небольшой плюс. И его выбивает, естественно. Вот нас выбило по Stop. Ну, это даже хорошо. Stop – это такая некая страховка, знаете, от потери. Вот нас выбило по Stop. Ну и смотрим дальше, что можно сделать. Дальше мы видим, естественно, что нас выбило по Stop. И цена опять разворачивается. То есть, можем попробовать еще раз по рынку войти, но уже большим количеством контрактов. Что мы, собственно, и делаем. Ну и дальше опять. Вот мы видим, что выбило таких, как мы. И дальше цена собралась наверх. Окей, мы входим снова по рынку, но уже на тысячу контрактов. Вот мы видим опять наши тысячи контрактов. Пятнадцатое плечо. Вот цена пошла против нас. Видите, плечо увеличивается. Цена уже идет, в принципе, в сторону Stop, но разворачивается. Разворачивается. И видите, хорошо, что мы не передвинули Stop ближе. И в безубыток. Сейчас мы его не ставим пока, потому что опять может выбить. Давайте повисим, посмотрим, что будет. В принципе, у нас риск небольшой, он оправдан. И смотрим. Вот мы не двигаем Stop пока никуда. Цена идет, идет, идет. Ускоряемся здесь. И тут мы видим, смотрите, что цена так хорошо пошла наверх. Вот у нас уже и плечо уменьшается, и профит хороший рисуется. И что мы делаем? Здесь мы все-таки передвигаем Stop без убыток, потому что думаю, что цена уже не вернется туда ниже. Хотя, вот, видите, но до Take еще не дошла. Но вот я передвигаю Stop без убыток с телефона. И на самом деле не зря я это делаю. Зря я, конечно, Take здесь не забрал. Ну, хотя он маленький был. Потому что смотрите, что дальше происходит. Бам! И вышибает наш Stop без убытки. И дальше идет вниз цена. Видите, что происходит? Дамп начинается. Ну, такой локальный, но дампик. Поэтому всегда двигайте стопы, на самом деле, в без убыток, если не хотите, чтобы снесло лос. Ну, уж лучше без убыток потом перезайти еще раз. Так, ну и вот еще одна сделка. К сожалению, не заснял, как я ее открывал. На этот раз уже успешная. Входил я также по маркету. И вот вижу уже, что появился небольшой плюс. 140 тысяч сатоши. И вот у нас комиссия за сделку составляет всего 10 тысяч сатоши. То есть, меньше одного доллара, да? А профит 11 с чем-то. Ну, допустим, мы сейчас закрываем эту сделку по маркету, чтобы не ждать. Идем в нашу вкладку PNL. Профит лосс. И вот мы видим, что мы закрыли сделку в плюс 130 тысяч сатоши. Мы заплатили всего 10 тысяч сатоши за этот трейд. И то потому, что мы входили и выходили по маркету, а не по лимитнику. Вот. Ну, в общем, это такие демонстрационные сделки. Я вам чисто показал, чтобы вы понимали, как работает функционал биржи. Ну, и как-то так. Дальше на самом деле что? Торгуете на свой страх и риск уже со своим риск-менеджментом. Будьте осторожны. Понимайте, что большинство людей все-таки теряют деньги на бирже. И особенно те, кто торгует без топов, без риск-менеджмента, вероятнее всего потеряют. Так что вот все, что я мог на самом деле рассказал вам по этой бирже. Когда будут дополнения, буду делать новые видосы. А также посмотрите обязательно видео-туториал по бирже Bybit. Она тоже отличная. А пока, наверное, это все. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчики. Вот. Добавляйте в Telegram чат. Мы там активно обсуждаем каждый день ситуацию по рынку и не только. Еще раз повторю, если вы только начинаете, не хапайте большие плечи. Вот. Но если вы понимаете, что делать, то, я думаю, для вас биржа Femex станет отличным инструментом для зарабатывания денег. Всем желаю профита. На связи. С вами был Фла-Ла-Ла. Это канал Crypto Commons. Йоу. Пока-пока.